Главное требование к участникам игры – это желание связать свое будущее с медициной. Инициаторами выступили Управление медициной образования и науки администрации города. В Сочи нужны молодые специалисты, особенно в медицинской сфере. Прекрасные больницы построены, и новое современное оборудование, и кадры есть. Но кадры, которые должны приходить далее, они должны раститься уже сейчас в нашем городе. Поэтому еще в прошлом году мы начали проект, координационный совет у нас создан при Управлении здравоохранения, и общественный совет по здравоохранению при главе города Сочи, который как раз и занимается тем, чтобы готовить почву для будущих кадровых, вот таких вот больших вливаний в нашу отрасль. Сама же игра – это презентация ребят. Многие из ее участников поняли, что хотят работать именно в медицине уже давно. Некоторые уже выбрали и специальности. В своих выступлениях они рассказывали, как видят свою будущую работу. Стоит отметить, что многие из ребят хотят связать свою жизнь именно с сочинской медициной и исключительно из благородных целей – ради помощи людям. Следует не смотреть на эту работу как на средство прибыли или дохода, а прежде всего надо понимать, для чего ты этим занимаешься, и не выращивать потребность, а настоящих врачей, которые будут заинтересованы прежде всего в том, чтобы помочь человеку. Три лучших, по мнению жюри участника игры, получат целевое направление на обучение с последующей работой в одном из сочинских медицинских учреждений. Работы на курорте хватает. На сегодняшний день в Сочи требуется 295 врачей различных специализаций, 86 фельдшеров и 385 медицинских сестер. Игорь Кырпа, Борис Осин, телекомпания ФКТ. Борис Осин, телекомпания ФКТ.